Мишки Мастер Ла Мастер Так, теперь немного скотча Ну, Соня, теперь посмотрим, у кого пузыри будут больше Привет, Саня! Чего это ты тут мастеришь? Привет! Это крутейшая штуковина! Пузырипускательная машина! Лучшая в своем роде! И, кстати, единственная! А ну-ка, покажи, на что она способна? Что ж, приготовьтесь увидеть самые большие пузыри на свете! Честно говоря, я и побольше видел Это просто... дело в том... Да все же понятно! Ты вот тут пережал, а здесь не докрутил, а эти детали вообще местами перепутал Браво! А, Иннокентий! Кеша, ты настоящий мастер! Легко искать недостатки у других, а самому слабо такую машину сделать! Мне? Да запросто! Ну так я понимаю! Пузырипускательная машина! Пойду друзей позову! Такого вы еще не видели? Эх, жаль, что Саня куда-то пропал. Я бы ему показал мастер-класс. А вот и он. Ну, Саня, сейчас ты узнаешь, что для Иннокентия нет такого слова. Ой, неполадочка. Только что все работало. Сейчас, сейчас, все будет. Ничего не понимаю. Дай-ка я посмотрю. Ого, какие большие. Как тебе удалось? Легко. Кстати, я не только починил машину, но и немного ее усовершенствовал. Ух ты, супер! Да я же так и задумывал. Ну, конечно. У тебя даже обычные пузыри не вылетали. Кеша, не расстраивайся. Когда-нибудь и у тебя получится. Как насчет вечеринки в честь мастера Сани? Приглашаю всех на пироги. Саня, расскажи, как ты додумался до квадратных пузырей? Ну, я подумал, круглые пузыри – это так обычно. Ой, печка сломалась. Похоже, пирогов не будет. Лисичка, ты забыла. С нами же Саня, мастер на все руки. Он мигом все починит. Я? А, ну да, точно. Ну, конечно. Все понятно. Саня, сделай что-нибудь. Я сейчас. Давай! Кеша, там у лисички печка с ума сошла. Выручай. О, неужели мастер Саня не может справиться сам? Я никакой не мастер. Ты же знаешь, я всех обманул. Прости. Ну, ладно. Друзья тут ни при чем. Пойдем. Готово. Кеша? Кто же еще? Или вы поверили, что Саня может что-то починить? Простите. Я специально сломал Кешину машину. И квадратные пузыри придумал не я. Эх ты, мастер-ламастер. Ничего, могу дать пару уроков. Правда? Запросто. Только не на голодный желудок. Взгляд с высоты. Взгляд с высоты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, Цыпа, пора тебе научиться летать. Он сказал, поехали, и махнул крылом. А это будет вертолётная площадка. Упс. Хе-хе, вторжение инопланетного монстра в песочный город. Здорово же! Вам не кажется, что Саня стал слишком много хулиганить? Да, обычно я заступаюсь за брата, но это уже перебор. Да уж, совсем никуда не годится. Значит, инопланетное вторжение. Хм, кажется, я знаю, как проучить Саню. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все запомнили план? Да! Ну, тогда... Пока, земляне! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ха-ха, сова, хочешь, орехом угощу. Это ещё что? Эй, ты чего? Эй, отпусти! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты кто? Я представитель инопланетной расы рептилоидов. Ну, и лети обратно в свою рептиляндию. А мы с тобой как раз туда и направляемся. Чего? А я там что забыл? Ты нам нужен для опытов. Будешь подопытным енотом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, вот ещё. Эй, подожди. Давай поговорим. Нельзя же вот так взять и забрать меня. Почему? Разве ты здесь кому-то нужен? Конечно. У меня есть сестричка и друзья. Они очень расстроятся, если я куда-то исчезну. Не врёшь? Честно-честно. Можешь проверить. Что ж, включим режим невидимости. Сейчас подлетим поближе и послушаем, что они про тебя говорят. О, Кеша летит. Приготовились. Вон они. Мои друзья и сестричка. Только Кеши почему-то нет. Соня, а куда Саня пропал? Давно его не видно. Не знаю, но наконец-то можно спокойно поиграть. Да, его глупые проделки уже надоели. А без него стало так хорошо. И Ципа доволен. Да, Ципа? Надеюсь, Саня ещё долго не будет. Кажется, они не сильно без тебя скучают. Да, я всё понял. Я вёл себя слишком плохо. Эх, вези меня на свою планету. Знаешь, пожалуй, я поищу для опытов экземпляр получше. Высаживайся. Нет уж. Теперь я не хочу обратно. Что мне здесь делать? Я никому не нужен. Ну, всегда можно попросить прощения. Прощение? Сонечка, Тучка, Лисичка, Ципуля. Простите меня. Я был таким плохим. Но я обещаю исправиться. Ну что, друзья, дадим ему шанс? Пожалуйста. Ладно, прощаем. Ладно, прощаем. Спасибо. Я стану очень хорошим. Всем привет. Я что-то пропустил. До завтра подождёт. Ну что ещё такое? Поспать не дадут. Откуда этот звук? Понятно. Кран протекает. Ерунда. Так, где у меня гаечный ключ? А, вот он. Привет, Кеша. Привет, Тучка. Привет, Лисичка. Чего делаешь? Так, так, кран ченю. А, ну ладно. Не будем мешать. Нет-нет, заходите. Я тут вчера новых игрушек намастерил. Класс. А как же кран? Кран? Ничего. До завтра подождёт. Ой, здорово повеселились. Да, только мы тут такой бардак устроили. Это ерунда. С моей турбометлой я мигом порядок наведу. А знаете, я что-то проголодался. Самое время испытать моё новое изобретение. Кухонный комбайн «Сытый Мишка-2000». А уборка? Да ну её, до завтра подождёт. Ой, Кеша, ну ты нас накормил. Вот уж правда, сытый Мишка. И сытая лисичка. Привет, ребята. Айда в футбол играть. Футбол? Круто. Тучка-лисичка, пойдёмте калории сбрасывать. Эээ, Кеш, а как же посуда? Посмотри, тут целая гора. Ничего, не убежит посуда. До завтра подождёт. Саня, бас, я открыта. А вот и закрыта. Зато открыты ваши ворота. Ловите гол. Ой-ой-ой. Эээ, ну на самом деле я туда и целился. Подумал, попаду ли я с такого расстояния в трубу. Да уж, завидная меткость. Похоже, матч окончен. Это ещё почему? Ну а кто будет трубу чинить? Ерунда. До завтра подождёт. Играем. Десять-два – это ещё не победа. Завтра мы вас разгромим. Пасуй. Тучка. Тучка. Я забью. Гол. Оу. Ой. Это мне приснилось? Расскажу тучке, какой я гол во сне забил. А-а-а. Потоп. Ничего. Сейчас я всё починю. Вот только ключ свой найду. Куда же я его забросил? Да, бардак совсем не кстати. Ой. Ох. Да. Надо было всё-таки вчера помыть. Ой. Кажется, это труба на крыше. Ой. Кеш, ты дома? Ого. А мы тебя на футбол хотели позвать. Не, у меня тут кое-какие дела со вчера остались. А может, до завтра подождёт? Ну уж нет. Ну что, лисичка, поможем Кеше с уборкой? Конечно. Ла-ла-ла-ла.